Чай Сацила оказалось таким образом, что нас занесло. Мы начали попить чай. Машину повернула туда. И смотрим, едете вы. То есть, пока мы заправлялись на заправке, вы уже съездили, да, Юр? Да, брат, ну мы не стали до вершины плачать. Доехали до Полянки, там чайку попили. Сейчас пустили сюда, попили коньячку. Ну, мы уже собираемся как бы домой. Ну, тут увидели вас на 37-х колесах. Решили вас сейчас обогнать, наверное, быстренько смотаемся, вперед вас. Дорогу пробить я не знаю. Серега, а мы в их колею-то войдем, нет? Я думаю, с трудом. Ну, мы можем вот так вот, в принципе, несложно. Мы можем вот так проехать назад, потом вот так и вот так еще. Вот и можем вам проехать. Таня, ты потом это все отрежешь. Юра, вообще, если серьезно, какие у тебя планы на сегодня? Расскажи мне. Сегодня мы увидим самый необычный тест-драйв. У нас УАЗовский представитель, УАЗовский представитель, Патриот на 37-х маленьких колесиках. Вот, скромно. И легенда, легенда строения внедорожного. Это Тойота Хайлюкс на 31-х громадных колесах, учитывая размер. Юра, ты же говорил 32-е, это что такое? 31-е колеса, но на цепях. Да, кстати. Посмотрим, насколько далеко проедет 31-е колеса. Юра, сколько ты надевал эти цепи? Сколько у меня? Сегодня уже было, это очень быстро, где-то минут 25-4 цепи. Слушай, это очень быстро. Цепи у нас, у магазина, у магазина, у магазина. Цепи у нас, асимметрия, 6.06 мм, российского производства, стоимостью 6000 рублей. Что, здесь попробуем? Раскирачиваем? Ну, машинка прям. Машина едет на цепях. Ну, не знаешь, надо посоленее лучше ездить, чем по накатанному выску, по мягкому выску. Крикни ему, все. И что? Так, что-то забыл ждутся. Так, это на накачанных колесах УАЗик попытался. Со всеми блокировками. Ну, и все, всего две штучки. Спереди, одна и сзади. Неудачно. Похоже, придется все-таки резину травить. Так, вышел вес из автомобиля. Лишний. Два. Два веса. Один побольше, другой повеньше. На какие хитрости не пойдут владители УАЗов, чтобы доказать, что он проходимый. Чтобы пожертвовать самым важным людьми. Четвертая попытка. Не, они все четыре крутятся и не едет. Спустили резину на глаз. Готов? Да. Едем с того места, где остановились в подъем. Посмотрим. Вот. Чудо. Случилось чудо. Машина поехала. Всего-то навсего спустили колесики. Спустили на глаз. Чтобы доказать, надо было сначала попробовать не спустили. Все. Вот так. Так, это вес. Вес идет сам пока. Сам, потому что надо было сначала попробовать не спустили. Я готов. Да, готов, готов. Так, вес будет сбрасываться сегодня, по-моему, автоматически. Пошли цепи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цепи рулят. Ты помнишь, как мы тогда заезжали? Если бы мы сейчас первый раз тут ехали. Короче, мы выяснили. Кайлюк на цепях едет до тех пор, пока все четыре колеса не вымешиваются. Иди смотри. Садний тоже крутит. О, ребята, у вас проблемы. У вас коньяк остался? Да, Андрюш. Ну, ненормально, что-то вы. То есть с цепями тупо ездят, пока клиренса хватает. Когда не хватает, уже нечем. Ни одним колесом не зацепится, все. Не-не-не-не-не-не-не, бесполезно. Наглядно видим работу ЛСД-блокировки в Тойоте Хайлюк с заднего моста. Как она помогает ехать автомобилю. Как она помогает копать нам снег, чтобы как бы сдать назад. Смотрите, правое колесо вращается. Перейдем к левому колесу. Как видим, левое колесо тоже вращается. Наверное, это блокировка. Теперь посмотрим на переднее левое колесо. Оно не вращается. Так, делаем вывод. Все из-за переднего левого колеса. Все из-за переднего левого колеса. Веточки. Это, так сказать, акт отчаяния. Тойотовода. Хайлюксовода. Цепи вода. Веточки. Я сам уже не знаю, что происходит. Вот мы тут разложились. Пикник. Пикник, да. Уазик не может вытащить Тойоту. Ну, не говори. Да, на лепетке, на 3-7 колесах. Ни на чем, блин. Тойоту не вытащишь. Даже на вертолете похожем. Снег толкает. Бампером. Вот. Вот снег над толком. Бампером. Не, он сейчас все примирует. Наглядный пример, что цепи зло. О, была обычная дорога. А теперь разрыто все. Черт его и матери. Новогоднее колесико. О, как красиво. Не, он не заедет. Даже он проехал. Режался ему не заехать сюда. Сейчас грудь прямо пошел. Может, ему толкать его, а? Серега, ну что дальше-то поедем? Домой? А как же картон? Я не знаю, если в такую погоду на картон приехать. Все, как пускай, пикап, не ходят. Юра, едем? Там надо дорогу разведывать сейчас. Спущусь-то я, спущусь, где мы накатали. А дальше куда? Направо. На повороты и направо. Заметает зима все дороги и пути. Вот и мне до тебя в этот день не дойти. Не согреться тепло твоих солнечных глаз. Это знает зима. Знает она. Знает наверняка. Знает все... Субтитры создавал DimaTorzok